На часах 5 утра. И не еще 5 утра, а уже 5 утра. И мы немного опоздали. Работа в теплице кипит несколько часов. И мы ненадолго станем свидетелями настоящей весенней магии. С праздником, прекрасные дамы! Зима сродни долгой ночи. Мы все с невероятным нетерпением ждем теплого солнца и пробуждения природы. И вот за ночью приходит рассвет, а вслед за зимой долгожданная весна. Конечно, в Крыму можно почувствовать весеннее тепло и раньше. Особенно, если заглянуть в теплицу, где распускаются тюльпаны. Здесь кажется, что зимы не было вовсе. Воспоминания не уходят, как сон. И с каждым распустившимся цветком мир обретает новые краски. Наши герои Сергей и Дмитрий еще пару лет назад и не думали, что скоро, каждому 8 марта, будут дарить прекрасным дамам такие букеты. Но идея нового для них дела получила вполне четкие планы реализации. Плюс доля энтузиазма и веры в свои силы. И вот красота разноцветных тюльпанов из их теплицы теперь покоряет полуостров. Сейчас идет самый ответственный этап работы. Цветы уже готовы нести счастье и весну в каждый дом. И мы спешим вам в этом помочь. Дим, расскажи, пожалуйста, с чего начинается срезка тюльпанов? Это очень, мне кажется, такое трепетное занятие. Что нужно делать? Ну, главное не паниковать. Потому что, действительно, цветок, он вроде плотный, вроде такой устойчивый. Но если одно неверное движение, одно неверное движение рукой с секатором, то можно что-то повредить. Поэтому надо успокоиться, знать четко, что вы делаете. И приступать к срезке желательно, ну, очень-очень рано. То есть цветок раскрывается от солнца. В принципе, до пяти, до шести утра мы должны уже успеть сделать срез. Иначе потом даже первое появление лучей, цветок раскрывается и уже резать его нельзя. Поэтому начинается срез. Поэтому мы так рано. Да, поэтому мы приехали к нам так рано. То есть у нас уже работа кипела. В принципе, мы где-то с четырех часов начинаем. Вот у нас уже где-то порядка шести часов. Последний сорт. Как раз вот сейчас будем дорезать. Очень красиво. Что это за сорт? Да, это сорт «Росфлаг». Действительно, наверное, хит сезона 2020. Светло-фиолетовый лиловый оттенок. И вот именно этот сорт был показатель, что действительно мы не ошиблись с его выбором. Потому что вот все наши заказы, которые начинались еще с января, включали этот сорт. То есть кто бы у нас не заказывал тюльпан, разные сорта, но обязательно «Росфлаг» в заказе присутствовал. Он покорил всех. Да, он всех покорил. И в принципе мы как бы не сразу могли понять, почему именно он так нравится людям. Вроде как бы ничем не отличается от всех остальных. Но когда вот он расцвел, и мы действительно посмотрели на его истинный такой очень-очень красивый вид, обалденный цвет, поняли, что он действительно не случайный. Ну у него действительно волшебный такой, не в обиду красным или желтым, например, тюльпанам. Но он необычный. Говори, что нужно делать? То есть для начала надо определиться с цветком. То есть не все цветы зацветают одновременно. То есть срез идет 2-3 дня. Поэтому мы выбираем цветы максимально распустившиеся, бутон которых уже окрасился, плотный. А вот зеленые бутоны, которые еще маленькие, еще будут 1-2 дня дорастать, мы, конечно, оставляем. Поэтому когда вы сосредоточились на цели, увидели цветок, который вы хотите взять, то есть вы должны его выбрать, очленить от других, не перепутать. И с помощью секатора самого простого. Как низко. На уровне земли. То есть ни глубоко, ни высоко на уровне земли. Просто вы его срезаете и достаете. Так, вот этот подойдет? Вполне. Вполне подойдет. Замечательно. Значит, сейчас я тоже буду пробовать. Мое любимое занятие – принимать участие. Раз. Есть. Первый пошел, Дима. Ура. Да. И все же, как возникла идея выращивать столь нежный и хрупкий цветок. Все просто. Ребята-биологи окончили кафедру ботаники. Казалось, что даже если не будет просто, то, по крайней мере, будет понятно, как преодолеть сложности. И они последовательно шли к цели. Одной из главных задач стало строительство теплицы. И тут ненадолго пришлось отступить от биологии и озвоить ази архитектуры, инженерного дела. Наверное, у обычных людей, у дальновидных, как бы складывается сначала план, все подготавливается, а потом уже происходит. У нас же все это было буквально впритык-впритык. Купилась луковица, привезлась в теплицу, которой еще не было. То есть фактически у нас еще даже ни основания ничего было, ни крыши, куда заносить потом эту луковицу в январе-феврале месяце. Поэтому пришлось быстро ехать за материалом, быстро все это собирать и строить, 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 строить. Казалось бы, вроде бы мы два биолога закончили кафедру ботаники. Однако, когда мы столкнулись непосредственно вот с тем, чем сейчас занимаемся с цветами, оказалось, наших знаний недостаточно. Вот, пришлось где-то общаться с коллегами, налаживать новые контакты, то есть без общения, конечно же. И самое главное – это опыт. Вот то, что ты выращиваешь, то, что ты через себя пропускаешь, тогда уже получаешь и знания, и понимаешь сам процесс. И чтобы выгнать луковицу, получить цветок, нужно, оказывается, быть плотником, столером, нужно уметь работать с деревом. То есть много таких вот вещей, которые приходится делать самому. Почему деревянная? Потому что она универсальная для нас в нашем плане. То есть здесь всегда можно что-то достроить, что-то можно переделать. Вначале это была идея, переходящая в энтузиазм. Сейчас это приятные ощущения для себя, это удовольствие. Приличный тюльпановод всегда читает, как повысить температуру в теплице. Крымский тюльпановод, он, наверное, читает статьи чаще, как ее понизить. То есть действительно, аномально теплая зима – это не в этом году, в прошлом году тоже было очень тепло. То есть у нас, в принципе, небольшая тепличка, обогреть ее можно даже одним дуйчиком, если нет мороза. А вот опустить температуру, конечно, не получится. То есть если даже открыть все окна, в лучшем случае температура станет равной окружающей среде, температурой снаружи. А если снаружи плюс 16, то ниже в теплице она точно не будет. И в этом большая проблема. Ну, стараемся. То есть открываем, у нас есть несколько вентиляторов мощных, включаем на полную силу и хоть как-то сохраняем ее низкой. Конечно, во всем мире признаны голландские мастера выращивания тюльпанов. Красочные и бесконечные поля этих цветов – пожалуй, первая ассоциация, связанная с Нидерландами. Но история тюльпанов куда более древняя. Стоит только упомянуть, что к берегам Голландии цветы были доставлены на корабли из Турции лишь в 16 веке. И на тот момент раскрывшийся бутон тюльпана уже был символом Османской империи. И можно только гадать, какова была тюльпанная история в древние времена. Вообще это, конечно, дикий цветок, который растет в основном в Азии, в том числе у нас в Крыму. В диком виде он произрастает. Но, конечно, такой красивый и высокий тюльпан встречается только в селекции, то есть в культуре. Соответственно, попал он в Голландию не так давно, там всего лишь 200-300 лет назад. И после этого голландцы настолько были покорены этим азиатским выходцем, что начали активно его селекционировать, разводить, скрещивать. И путем длительной работы многих-многих действительно поколений людей появлялись все новые и новые сорта, цвета, оттенки. И на сегодняшний день их огромное количество. То есть именно голландцы нам подарили, ну вот именно тот тюльпан, который мы видим, в том многообразии и обилии. Потому что действительно их любовь настолько была большая к этому цветку, что покорила многих других. Они тоже приняли в этом активное участие. Ну и вот начали выращивать этот замечательный цветок. Спасибо голландцам. Но еще интересная история. В Голландии он откуда прибыл? Я просто слышала, что есть вариант из наших краев. Да, есть такая. Особенно крымчане любят рассказывать, что вы там голландцы знаете о тюльпанах. Мы его вам привезли. Вполне, кстати, возможно. Такой подойдет? Да, подойдет. То есть никто не знает, как он попал. То есть история умалчивает. Знают, что где-то с территории Азии. Но, возможно, и все-таки он пришел и из Крыма. Ну, хочется, по крайней мере, нам верить, что именно первые тюльпаны, с которых все началось, были крымчане. Мне кажется, это прекрасно, даже если это легенда. Век тюльпанов короток и жизнь их весьма непроста. Чтобы выращивать эти цветы в больших объемах, луковицы проходят испытания холодом. Поэтому так важно и качество самой луковицы. В этой теплице они, безусловно, хороши. Выращены были лучшими голландскими мастерами. После чего луковицы совершили большой путь через всю Европу в Краснодарский край, а затем и в Крым. Несколько месяцев покоя в холодильнике. Затем наши герои в теплице включили весну, перенесли туда ростки и окружили их особым вниманием и заботой. Самый длительный такой этап – это от 14 до 18 недель процесс охлаждения луковиц. За это время она находится в морозильной камере, проходит процесс укоренения и начинаются показываться побеги. Мне кажется, это такое тоже небольшое чудо, когда, наверное, осень вроде бы все засыпает, а здесь начинается… Да, вот все, многие луковичные, они весенние цветы. Им нужно пройти процесс охлаждения для формирования корневой системы полноценной. И весной, когда много влаги, когда начинается вот уже тепло, тепло начинается, они, конечно, вот начинают расти активно. Для этого мы повышаем температуру в теплице до 14 градусов днем и 12 ночью. Холодильная камера, то есть приспособлена для низких температур, в ней у нас охлаждается луковица. То есть все ящики, которые сейчас стоят в теплице, они были занесены сюда где-то с начала октября и по ноябрь. Сейчас мы ставим, так называется, надо напоить цветок. То есть он ставится в воду с добавлением селитры, в таком виде он должен простоять несколько часов, набирает максимальное количество воды и потом он расставляется просто вот так вот в ящике. То есть в этом состоянии он при такой температуре может храниться до месяца. Ну, нам уже осталось немного, уже 5 марта основная часть цветка найдет своего потребителя. Я же говорю, это магия, ну, которая физика на самом деле, но это магия. Когда мы приехали на съемки, кроме того, что была непроглядная темень, на улице еще и бушевал ветер. Казалось, мы словно Эли с Татошкой улетим в волшебную страну Оз. На волшебной страной стала сама теплица. В ней царили покой и гармония. А среди героев оказался и хранитель этого тюльпанного края. У ребят есть отличный помощник, кот Боцман. Говорят, он здесь главный тюльпановод. Под особым контролем Боцмана тюльпаны выстроились, как элегантные офицеры на балу, в ожидании танцев с дамами. Каждый цветок готов покорять женские сердца. Стоит ли выбирать лучший, если все тюльпаны здесь чудо, как хороши? Боцман – это наш кот-талисман, наверное, как и любой кот. Появился он у нас, ну, просто появился. То есть, в прошлом году мы увидели, что у нас есть котенок. Он, наверное, кто-то, ну, не знаю, его там пнул или что-то с ним сделал. У него были повреждены немного ноги. И он ходил вот так вот, как будто на качке Боцмана в палубе корабля. И поэтому его так и назвали. То есть, смешно смотрелось. Со временем он окреп. То есть, все это переросло. Он сейчас ходит нормально, хорошо себя чувствует. Поэтому, ну, кличка уже, имя его так и осталось. И украшает собой теплицу, которая без него прекрасно, да? Да. Прогуливается среди цветов. То есть, в принципе, наверное, не все коты могут находиться среди цветов. Потому что там начинают как-то тереться, нюхать, повреждать цветок. Боцман, он сразу понял, что здесь что-то очень ответственное. И вот есть как бы вещи, которые лучше не трогать. И поэтому цветок он никогда у нас не повреждал. Никак ни хвостом не виляет. Поэтому мы ему доверяем. Тюльпаны все такие разные. Да, и про них можно, про каждый сорт, рассказывать очень много и интересного. Сейчас вот мы находимся возле сорта Валибела. Это сорт, относящийся к классу дарвиновских тюльпанов. Их особенность в том, что они красивые, они высокие. Бокал тоже хорошего размера. Но нужно иметь в виду такую особенность. Они быстро раскрываются и теряют свою декоративность. В отличие от следующих сортов, это сорт Династия, White Dynasty. Это класс Триумф. В основном используются сорта именно этого класса тюльпанов для выгонки. Поскольку они хороши в букетах, они долго сохраняют нераскрытый свой бутон. И, соответственно, презентабельность у них и долговечность, скажем так, в срезке, в букетах у них дольше. Я смотрю, просто рядом с тобой тоже темные тюльпаны, очень необычный окрас. Очень необычный окрас, да, отличаются. Это сорт Рональда. Отличается также хорошей высотой от 50 до 55. В зависимости от условий, как вам повезет их вырастить, своих деток. Вот, сорт Рональда. У него интересный такой вот бокал. Не, скажем так, не плавная такая вот форма бокала, не округлая, а слегка такая угловатая. Теугольники. То есть, вносит свою, да, такую вот изюминку. Желтый тюльпан, то есть, это классический. Мы вот взяли несколько сортов. Golden Ticcan, Jean Van Ness, именно желтого цвета. Несмотря на то, что бытует мнение, что желтые тюльпаны к расставанию, к разлуке, на самом деле это самый востребованный цвет. То есть, и все заказывают, ну, часть заказа обязательно включают желтые тюльпаны, потому что их очень с охотой берут. Желтый цвет, он очень красивый, всем нравится. И, в принципе, никаких предрассудков, думаю, он не несет. То есть, это просто как бы старое такое поверье, старая песня. А на самом деле в жизни все-таки люди очень отдают предпочтение именно желтым тюльпанам. Как говорят сами тюльпановоды Сергей и Дмитрий, заниматься столь красивым и необычным делом очень интересно. К тому же нынешние партнеры по бизнесу еще и давние друзья. Так что тюльпаны объединяют, а работы с лихвой хватает на двоих. Так что приходится и коту-боцману подключаться. А когда, наконец, наступает в рабочих днях и ночах перерыв, друзья и единомышленники спешат покорять горные вершины и открывать новые туристические маршруты. Наверное, мы вошли как бы в русло общения. То есть, пока разногласий нет. То есть, у нас четко есть цель, да. И совместное решение и достижение этой цели, конечно же, только сплочает. Мы вместе учились. И, в принципе, я не вспомню не то, что там ссора, а даже какой-то, ну, то есть, там, просто там, какой-то мелкой размолвки. То есть, полностью мы как бы подходим, что с нашей мнения, с одной стороны, как бы и сочетаются, с другой стороны, это разнятся. Потому что, в принципе, как говорится, если у вас два одинаковых мнения, зачем мне партнер по бизнесу, да. То есть, всегда нужен быть какой-то конфликт, потому что именно так в споре в каком-то рождается истина. Но мы всегда это делаем как-то продуктивно. И по итогам нашего общения всегда рождается самый правильный, вот на наш взгляд, и как показывает практика, действительно, ну, самый оптимальный вариант. Кто-то занимается, большей частью, контролем температуры, кто-то занимается поливом, кто-то наш, мониторит нашу группу, связывается с нашими клиентами, то есть, постоянно на телефоне, на звонках, отвечает, принимает заказы. То есть, ну, как бы у нас все разграничено, ну, как-то баланс есть. То есть, у каждого есть свое дело, и, в принципе, мы справляемся. Какую работу вот здесь, в теплице, ты любишь больше всего делать? Ну, наверное, просто стоять и смотреть, как растут тюльпаны. То есть, любая работа, связанная с цветком, мне нравится, то есть, потому что, ну, действительно, поражаешься, что каждый день он вырастает до трех-четырех сантиметров. То есть, это очень здорово наблюдать за этим. Когда ты пришел, вечером посмотрел, он вроде там маленький, еще и не зацветает, какой-то неказистый, приходишь буквально утром, смотришь, что у него уже бутон начинает расти, и окрас появляется. То есть, ты понимаешь, что он буквально растет на глазах. Времени у нас свободного достаточно. То есть, выгонка начинается в сентябре, и 8 марта мы уже подводим итоги. А полгода, как бы, у нас отпуск. Поэтому, в принципе, есть свободное время, чтобы многое чего сделать. Очень люблю ездить в горы. То есть, в принципе, и Крым. Ну, Крым, к сожалению, очень маленький. Поэтому, вот сейчас вот Кавказ у нас популярный среди друзей, потому что мост, да, очень много. То есть, буквально за один день. Утром ты проснулся еще в кровати, вечером ты уже ложишься спать в палатке где-нибудь в горах на Кавказе. То есть, это, конечно, здорово. Раньше такое было просто невозможно. Только если какой-то частный вертолет вы будете нанимать. Часть, конечно, наших путешествий связана именно по работе. Вот, уже в силу занятости такой. Ну, конечно же, это Крым. С Крыма все начиналось. Мы крымчане все. Куда без Крыма. Ну, близлежащие, это вот теперь уже к нам, да. Сейчас вот российская сторона. Это вот Кавказ. Это Краснодарский край. То есть, конечно, с семьей далеко, как хотелось бы, да. Не уедешь. Но, тем не менее, занимаемся таким вот, да. Наш поставщик находится под Краснодаром. И мы каждый год с трепетом ждем этого волшебного дня. То есть, когда нам надо за один день успеть доехать, все погрузить, все увезти. И, то есть, много всяких нюансов. Вот в этом году, когда мы уезжали, мы уже попрощались. Мы попрощались, мы хорошо знаем нашего поставщика, он к нам приезжал в гости. То есть, попрощались уже, сказали, все, там, пока, мы в Крым. То есть, выходим, садимся заводить машину. У нас сел аккумулятор. Мы возвращаемся. Он говорит, что не так? Говорит, ну, мы как бы, не отпускаете нас, давайте, помогайте. То есть, там, он нам помогал завести автомобиль, чтобы мы успешно доехали. То есть, ну, всегда какие-то такие приключения. Во время работы над нашим проектом мы давно поняли, что деревенская атмосфера лучше всего помогает людям сделать осознанный выбор дела, которому захочется посвятить все свое время. Кроме тюльпанов, у наших героев есть и другие заботы. Но именно в цветах они видят будущее. Говорят о них с любовью и уважением. А значит, тюльпаны принесут счастье не только им. Но в наше время от города все равно никуда не уйдешь. Поскольку там в городе, понятно, вся инфраструктура, конечно, больше разница, чем за городом, так скажем. Но зато жизнь на земле, как бы сказать, на участке, здесь есть своя такая вот душа. То есть, тебя окружает живая природа. Фактически, чувствуешь себя ближе ко всему этому, к природе. Конечно, в городе тоже это, мы не лишены такого удовольствия. Но вот в чем преимущество та сельская, загородная жизнь, это в том, что если у тебя душа лежит, да, вот чему-то такому вот открытому, к небу, когда ты выходишь на улицу, к земле, то, конечно же, нужно не лишать себя этой возможности. Если говорить о тюльпанах, самая большая радость, это, конечно, получить уже хороший цветок и действительно посмотреть, что он хорош, что не подкачал, что цвет у него хороший, насыщенный, что он там не сломался, не заболел, лист зеленый. И потом, когда вот наступает долгожданный момент, ты это срезал, упаковал, привозишь этому человеку, отдаешь, и такой делаешь, фуф, ну все-таки не подкачал. То есть все получилось. То есть это, наверное, такое обалденное действительно чувство. Все зависит от тебя. На самом деле, многие живут гораздо больше в худших условиях, чем мы, особенно крымчане. То есть у нас есть все для счастья. У нас есть гора, у нас есть море, у нас есть действительно уникальная природа. Ничто не ограничивает наши возможности. То есть вы можете встать утром, совершить пробежку, принять душ, пойти на работу, улыбнуться соседу. То есть действительно для того, чтобы быть счастливым, надо просто найти это где-то в себе и, наверное, поделиться с окружающими. Счастье такое абстрактное, да, понятие у каждого свое индивидуальное. Ну, в нашем случае счастье – это когда ты строишь планы, решаешь какие-то вопросы, и у тебя все получается. Наверное, в этом-то и есть счастье. И вот, наконец, гонка завершилась. И мы можем только представить, скольких трудов она требовала. Зато сейчас ребята могут отправиться спать. А прекрасные дамы будут с удовольствием любоваться. Удивительными цветами. И в первый весенний праздник принимать пожелания добра и любви. Учитывая, что я ботаник, цветы, особенно вот такие красивые, как тюльпаны, это, наверное, вся моя жизнь. То есть она всегда связана с какими-то растениями, деревьями, травами. Но вот теперь именно таким красивым, действительно уникальным цветком, как тюльпан. Самое-самое-самое, что может быть, вот весеннее, радостное, такое красивое – это, наверное, вот именно тюльпан. Праздник 8 марта для меня лично он очень важен. То есть это самый, наверное, важный день, самый интересный. Но я в основном сплю. То есть у нас 8 марта в 8 утра, до 8 утра проходит последний срез. Мы отдаем последний цветок. То есть все мы раздали. И мы сразу просто ложимся спать. То есть поздравляем всех наших девчонок, знакомых, женщин. И потом сразу ложимся спать. На пределе буквально физических и психических возможностей мы работаем. Поэтому, когда у нас звучит сигнал «стоп», то есть можно останавливаться. То есть первое, что приходит в голову, это просто лечь, и все. То есть ты просто уходишь в никуда. Как мы отмечаем, наверное, наконец-то дома. Потому что все время, которое предшествует этому празднику, я нахожусь постоянно где-то в движении, но не в семье и не дома. Конечно же, хочется в этот праздник, чтобы все наши женщины также были окружены цветами, вниманием, любовью. Ну и все это способствовало своему тоже счастью. Да, нам хочется пожелать, во-первых, такой самый первый день, наверное, радостный весенний. То есть именно в этот день мы осознаем, что все, прошла зима, прошли вот эти какие-то ветра, холода, все какое-то сырое, некрасивое, дождь, снег, слякоть, вот эта вся мерзость, она наконец-то закончилась. То есть все начнет скоро цвести, зеленеть. И, конечно, именно в этот день вот с первым букетом, надеюсь, тюльпанов, вот чтобы все женщины поняли, что все, наконец-то можно радоваться опять солнцу, радоваться нашему крымскому теплу, доставать купальник, то есть готовиться уже к пляжному сезону. И хочется пожелать и сказать, чтобы все было хорошо. То есть понятно, что как бы всегда рассчитывать надо на себя, но именно в этот день, ну и, надеюсь, в дальнейшем надо всегда рассчитывать немножко и на наших мужчин. То есть мы все-таки с вами, мы всегда поможем, всегда поддержим. Вы, главное, попросите, объясните, чего, и мы всегда это дадим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok